В центре города на углу улица Страханская и Терская открыта и работает кафе в греческом стиле. Вне всяких норм, законов и правил. В кафе, как в Греции, есть все. Закуски, напитки и доставка заказов по городу. Без экспертиз и замеров понятно. Помещение менее 50 квадратных метров. В тесноте посетителям предлагают закуски и спиртные напитки. Здесь мы будем проводить как минимум проверку, выяснять, имеется ли здесь лицензия. По всем признакам, которые сейчас есть у нас, согласно сообществу первого федерального закона о регулировании рынка алкогольной продукции на территории Российской Федерации, здесь менее 50 метров, где должно быть 50 в городской черке для торговли алкогольной продукцией, за исключением пива. И как минимум должны быть уголок потребителя, должны быть официальные требования. Летом на прилегающей территории стояли столы и стулья. Стиль европейского кафе слинял с высоким сезоном. Здесь вроде бы не мусорят, но просто столы стояли, они убирали. Дополнительная нагрузка для дворников от цветочного рынка напротив. Просто сметают все окурки, все опять на прибордюр. А вы в течение дня здесь контролируете порядок? Цветочницы утверждают, поддерживают порядок. Несколько раз в день подметают вокруг цветочного мини-рынка. Нет, у нас вот тут есть свой мусор, дворник вернее. Он каждое утро вот тут у нас подметает. Я, допустим, туда вообще ничего не высыпала. Это жаль, что когда мусорка приезжает, они переворачивают и оно все высыпается. Один квартал улицы Астраханской, несколько нарушений. Торговля, благоустройство и внешний вид. Анапа – круглогодичный курорт, а намчанам пора привыкнуть к требованиям властей города. Содержать город в чистоте и поддерживать порядок не от сезона к сезону и без напоминаний. Благоустройство города начинается с малого, с уборки собственного помещения, кафе и пререгающей территории. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион.